Доброе утро, Найт-Сити! Прошлое видео закончилось какой-то дичью, потому что в Найт-Сити всегда происходит какая-то дичь. Сегодня стадо безмозглых кибертекстур снова не нашло общий язык со своими обездвиженными собратьями. Полиция им не поможет, потому что полиция тоже их брат по отсутствующему разуму. А вот в Санто-Доминго тоже нифига адекватного не происходит. Проститутки продолжают работать в лабораториях, бездомные скидываются на лечение корпоратов, а электросеть района перевели на 12 вольт. Теперь, видимо, жителям придется отказаться от использования микроволновок и перейти на сжигательное топливо, что, по мнению властей, снизит количество мусора в спальных микрорайонах. А остальные новости запрещены цензурой. С вами был Стэн, и впереди новый день в городе дебилов. Субтитры сделал DimaTorzok И тут-то нам предоставляется все то, чем мы якобы будем вынуждены пользоваться для выживания в суровом кибернетическом мире. Научат мышку нажимать, чтобы пистолет стрелял. Научат еще нажимать, чтобы и автомат стрелял. Дадут немного пообниматься с железяками, чтобы у нас появилось представление, как правильно утилизировать металлолом. Потом долго и нудно будут рассказывать, как копаться в мозгах у врагов, пытаясь им испортить и без того отсутствующий интеллект. И гвоздем в крышку гроба дадут несколько уроков рукопашного боя, имитирующего бесездовские схематичные надрачивалки. В принципе, обучалка оказалась не лишней, так как сразу после этой тренировки мы, нахмурив брови, закосолапив ноги и слегка сгорбившись, прям по заказанному заданию спасать какую-то бабу. И почти сразу нам дают заценить всю крутизну геймплея. В процессе спасения я попытался пообнимать злых дядек, но что-то пошло не так, и весь мой стелс неожиданно превратился в стрельбу. И тут хочется с хорошей стороны отметить стрельбу из пистолета, так как вопреки ожиданиям момент выстрела чуть ли не в мышку отдается. Анимация выстрела и отдача выглядят реально круто, плюс сопровождающий это действие звук. Недолгие диалоги с представителями адептов голого торса приведут нас в ванную комнату, к нашей главной цели с голыми сиськами. А поскольку у меня цензура отключена, то теперь приходится самому все это дело за цензурей. Там на самом деле сисек-то нет, доска два соска, один фиг надо замазать, чтобы ютуб не наезжал. Это же не образовательная голая йога. Короче, покопавшись в мозгах у этой бабы, мы решаем выкинуть ее нахер с балкона. Но на счастье людям, блуждающим под балконом, внезапно приезжает мусорная машина с санитарами и забирает у нас эту женщину самостоятельно, даже не взяв плату за вывоз мусора. Ну а мы с гордо поднятыми головами, поднятыми трубой, хвостами вместе со здоровяком топаем обратно в нашу тачку, на которой нам проводят небольшую экскурсию по ночному дождливому городу. По пути мы немного похулиганим, постреляем по маршруткам, которые возят пассажиров без всяких мер безопасности, Позаигрываем с проститутками Серьезно? А что у меня такого особенного? Посмотрим на неуклюжую драку местной алкашни прямо на дороге и в конечном итоге наконец-таки прибудем в наше скромное жилище, которое игра всеми силами пытается поднести нам как нужно и надежное убежище с утонченным интерьером, местом для пожрать и складом оружия. Но на самом деле все это функционирует типа моей квартиры, всякого барахла дома навалом, а пользуешься только входной дверью, туалетом и компьютером. Пиво и то до холодильника не доходит. Так и тут. Квартиру нужна только для того, чтобы если вдруг по сюжету сюда нужно зайти, иначе тут делать нефиг. Короче, проспавшись до завтра в своей бессмысленной квартире, мы выруливаем из собственного дома и впервые начинаем наблюдать за тем, как живет мир игры. Об этом я уже говорил в прошлом году. Вываливаемся в первый раз на улицу, казалось бы, живого города и встречаем там нашего матершинника, который держа в руке два комплекта палочек с набитым ртом, начинает долго втирать нам про наши дальнейшие приключения. И когда кишки у генератора свежих идей будут набиты, мы в первую очередь ломимся знакомиться с местными местами скопления людей. Там мы недолго прогуляемся по торговым улочкам с орущами со всех сторон торгашами и фанатиками, и завернем в, казалось бы, цивильное заведение, в котором наш спутник покажет, как умеет держать язык за зубами. Нас ждет очень хороший заказ от большой шишки из посмертия. Мы же это помещение прошьем насквозь и через еще одну засранную улицу придем гладить кошку. Как только кошку мы погладим, мы окажемся у крутого замудренного рипера Виктора, промышляющего имплантами. Сперва, естественно, последует длительная болтовня, затем он нас затолкает в кресло и немного проапгрейдит нам организм. Подкрутит оптику, нахимичит чего-то с рукой и почистит голову от вирусов. В целом, стандартная процедура, с которой мы знакомы еще с Deus Ex. И раз уж дело пошло об апгрейдах, то личным вмешательством в эти процедуры пренебрегать нельзя. Это же все-таки РПГшки или где? Ничего необычного все апгрейды не представляют. Есть у нас части тела, согласно строению человека, и на все эти части тела мы можем напихать имплантов, улучшающие тело. В далекий абсурд нас не загоняют и в каракатицу не превращают. Все более-менее в рамках приличия. Что-то укрепляет, что-то позволяет лучше использовать способности, что-то добавляет новые способности. С чем-то лучше прыгаем. Ну и конечно же есть и руки-крюки для более-менее эффективного рукопашного боя, которые я позже и прикупил. Ну а раз мы такой подвержены апгрейдам, то и ветки прокачки тоже есть с повышением определенных характеристик. Интеллекта, силы, ловкости, ну и всего такого. И у каждого параметра есть еще по нескольку подпунктов, усиливающие нас, которые мы прокачиваем по своему усмотрению. О том, что это все надо прокачивать, я начал задумываться позже, так как недостаток каких-то параметров не так явно бросается в глаза. В основном я о ней вспоминал, когда вот хочешь, например, тачку отжать, а тебе говорят, что силенок не хватает. Вот тогда и лезешь ковырять, чего там надо подкачать. Короче, ничего удивительного в каче нет, все более-менее традиционно. Закончив ковыряние в собственном теле, я отправился в тачку к одному крутому чуваку, который напомнил мне этого, который попая только чуть потемней. И тут опять много разговоров, которые я бы пропустил с радостью мимо ушей, но тут у нас наконец начинают ввязывать в какое-то крутое дело, которое может затянуться на всю последующую игру. Короче, прослушал я весь этот бубнеж про то, что надо украсть какую-то фигню самых влиятельных людей города, а для этого надо украсть другую фигню и навестить заказчика всего этого блядства. И погнал, собственно, выполнять поставленные задачи. Сперва я поехал воровать какого-то дрона. На месте старта работы меня уже ждал наш главный напарник, при виде которого наши герои блеснули своим брендодрочерством. Это что, Арч? Ё, какой красавец. Ну, и взял по дешевке после спасения этой телки. Скажи-ка, как ты вообще наскреб на Арч? После чего мы пошли навстречу к этим уважаемым джентльменам. Хозяева оказались крайне гостеприимными. На диван, ли? Быром? Сразу видно, что беспокоится об усталости ног своих гостей. Тебе чё непонятно? Положи свою жопу на диван! Но у нас ноги были неуставшими, а времени мало, поэтому вопрос мы решили по-быстрому. Может хер с ним? Давай их просто перестреляем. К этому моменту я боялся, что опять придется слушать эти длинные бессмысленные диалоги. И чтобы их не допустить, ход событий решил вот так вот форсировать. После непродолжительного общения мы забрали необходимый груз и погнали к выходу, разнося всех вокруг. В том числе и мини-босса, который каким-то чудом нарисовался перед самым завершением миссии. Наш корифан в итоге с широкой улыбкой на лице срыгнет по своим делам, грубо пренебрегая нашим мастерски запаркованным ведром. А мы отправимся по бабам. Придем к тому самому заказчику, точнее к заказчице главного дела, о котором нам рэпер в тачке рассказывал. Далее следует рекордное количество нудной болтовни об элитных личностях, у которых нам нужно будет отжать чип. Потом нас эта баба отведет к другой бабе, которая является специалистом по брейндансу, где нас научат правильно этим брейндансом пользоваться. Это короче такая процедура, в которой мы можем посмотреть произошедшие события. Но не просто посмотреть, а сделать это с разных ракурсов, при этом улавливая все действия, происходящие вокруг этого события. Таким образом можно выяснить, где, кто вокруг главного действия ходил, что говорил, что может дать ответы на многие вопросы. С помощью такого брейнданса нас запустят прям в самое логово крутой японской корпорации, где мы сможем выяснить местонахождение того чипа, который нам нужно будет украсть. Ну а как это сделать выясняется далее, когда мы покинем заказчика и припремся в клуб по смерти. Это такой клуб, где типа самые крутые наемники тусуются. Нам его подносят, как еще одно охрененно важное место, которое мы должны чтить как священную обитель, на которую я, как и на многие другие локации, тоже слабо обратил внимание. Там мы усядемся за очередные переговоры, где нам донесут план действий. Все это в очередной раз с продолжительной болтовней. Такая же фигня. Сперва они там долго-долго болтают, и когда уже тебе этот бубнеж надоел, предлагают еще и поспрашивать чего-нибудь. С точки зрения сюжета это конечно хорошо, но вот если посмотреть на вопросы, типа а как мы попадем туда или сюда, нам начинают рассказывать мега коварные планы. Хотя на деле по геймплею мы один фиг движемся по навигатору, и весь этот бубнеж уже в процессе самого действия утрачивает смысл. Короче, когда операция до конца распланирована, задачи поставлены, мы хватаем с собой болта, это тот дрон, которого мы у любезных панков отжали. Мы грузимся в такси Деламейн. Это такая мега крутая сеть такси, которую управляет искусственный интеллект в образе Хитмана. Вас приветствует сервис Деламейн. Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. И катим непосредственно к цели заказа в отель, где в пентхаусе зависает младший Арасаки. Это типа сын самого крутого в мире японца, у которого дофига активов, в том числе и тот загадочный чип, который нам надо стырить. В общем, приперлись мы в этот отель, хитро пройдя процедуры безопасности, зарегались по фальшивым паспортам на ресепшене, завалились в номер с чудесным видом на стройку и начали свои коварные дела. Сперва нам предстоит пройти полосу препятствий по системе вентиляции, используя того самого дрона, чья задача зафиксировать на долгое время резидента номера, чтобы мы успели туда проникнуть и найти чип. Потом, естественно, следует череда очередной болтовни на свободную тему. Белая ворона все равно ворона. И затем, наконец, начинается сама операция, перед которой наш друг попытается поднять нам настроение крутым анекдотом. Оказывается, достаточно всего одного лифта, чтобы оказаться в номере. Там мы достаточно шустро находим тот самый чип, который оказался не просто чип, а биочип, который нужно хранить в специальном ящике. И тут же поступает команда Шухер, батя в здании. Ну, нам ничего уметь придумать нельзя, поэтому мы шкеримся в колонне, которая почему-то изнутри прозрачная. И перед нами начинается японская дарама с участием членов именитой японской семьи. Заруливает важный отец, начинает ворчать на своего непутевого сына. То, в свою очередь, сперва вроде пожмется от неудобства, а потом как задушит батю своего. Ну, а потом придут охранники. Рассаки им навешает лапши на уши, что типа батю отравили. Потом он немного на них побуксует, и они все дружно свалят. А мы, естественно, в ахуй, и нам сваливать надо. Причем через дверь-то уже не получится, поэтому сваливаем через окно. Где, конечно же, палимся мимо пролетающим глазастым сукачам. В лучших традициях паркура мы от них мастерски сваливаем, немного попортив фасад здания. И уже там внизу выясняется, что во время наших акробатических пируэтов испортился ящик, в котором хранится чип. Тут же заказчица нам сообщает, чтобы чип не испортился, его надо воткнуть в чью-нибудь бестолковку. Нам в голове этот чип явно не нужен, поэтому роль инкубатора берет на себя наш друг. Далее, все, что нам остается, так это свалить из здания. А для этого нужно щедро раздать боеприпасы охранникам. Что мы и делаем на протяжении нескольких минут, бегая под темным коридором до тех пор, пока не доберемся до нашего такси. Там мы еще немного понаблюдаем за экшеном, немного постреляем по нелогично летающим объектам и станем свидетелями драматических событий. Прямо в машине выяснится, что чип мы спасли, чего не скажешь о нашем друге, который перед сменой миров все, что успел сделать, так это переткнуть чип из своей головы в нашу. В таком удрученном состоянии мы приезжаем к нашему стратегу, который немного повыпендривается и отправит нас в ванну лицо помыть. Ртутью. И когда мы успокоимся, разобьем зеркало, на выходе получим по башке, а потом нам еще и... И прикинь, дальше вылазит надпись Киберпанк. Типа вот это вот все было лишь предисловием, все еще впереди. Продолжение следует...